приветствую тебя ты на канале 2 angel planet и у нас сегодня расклад вернется ли он расклад для тех у кого разрушенные отношения у кого возможно ушел партнер ушла женщина или мужчина вернется ли он или она сейчас посмотрим на раскладе выбираем колоды колоду у нас сегодня будут первая колода таро казанова номер один номер два у нас сегодня магия наслаждений и номер три у нас это монара 1 2 3 выбрали сейчас посмотрим на 1 колоде на казанова вернется ли он она вернется ли собственно партнер и собственно загадывайте до человека сосредоточьтесь подумайте о нем или они и посмотрим у нас номер один на позиции номер один какова причина расставания по мнению квирента на то есть по вашему мнению кто сейчас смотрит мой канал не забудьте конечно же подписаться чтобы меня не потерять и смотрим причина расставания по мнению квирента человек скрывал много не договаривал надоело что туда уходил из дома не объяснял свое поведение почему он так себя вел зачем это нужно было да и конечно же как квирента реагирует на расставание позиция номер два для квирента это то есть для вас новый виток в жизни новый этап и в принципе не обеднели да ну шел партнер и партнерша ну и ладно да ну хорошо там дом не разрушен живы здоровы но что-то заново да надо начинать эмоции конечно через край могут плескать в таком состоянии но в принципе не умерли слава богу и что квирент может сделать чтобы вернуть партнера он конечно может говорить возврате и говорить что есть еще обязательства мы еще можем вместе все построить и тем не менее да это будет выглядеть скандально не совсем открыто до человек конечно может заявлять о своих позициях просто это будет восприниматься больше как выяснение отношений это конечно можно сделать но чего не должен делать квирент сидеть и бездействовать или ждать у моря погоды вот этого точно нет потому что эти ожидания не приведут к результату не откликнется партнер не откликнется и давайте посмотрим что же тогда послужило до реальными причинами расставания с точки зрения партнера невозможность быть вместе по внешним факторам по внешним причинам невозможность разговаривать договариваться один партнер отворачивался постоянно от другого постоянно какие-то преграды и внешние и внутренние недомолвки непроясненные отношения гештальты до созависимости не было прожито и отработано и просто человек в один прекрасный момент взял отпустил это все плюнул на это все ну и пусть но идет куда подальше надоело да с реальными причинами расставания бороться как же тогда партнер относится к тому чтобы вернуться как относится все-таки это больше говорит о том что один партнер другого любил а другой партнер позволял себя любить всегда иногда происходит в паре кто-то один любит больше чем другой кто-то один позволяет себя любить кто-то любит и тут идет такой момент что я позволяю этому быть ты пожалуйста сам или сама выбирая с кем ты хочешь остаться и как ты хочешь хочешь одна хочешь со мной ну вот у тебя есть выбор ну этот выбор в сторону того что я тебе разрешаю позволяя решать свою судьбу но не со мной поэтому вот пожалуйста да там ты можешь любить меня но я им уже не люблю да это какая-то безысходность в отношениях не позволения дальше продолжать любить себе одного и того же человека и давайте посмотрим тогда на внешние обстоятельства мешающие возвращению это какие-то традиционные обязательства это тогда когда человек прислушиваются к более опытным более старшего возраста людям которые ему советуют как ему дальше быть как жить говорят ну раз вот не твое так не твое обращение к институту брака институту к семье возможно каким-то а может быть застарелым или религиозным домом до человека может быть и в застое или человека там дальше принуждают каким-то серьезным обязательством что внешние факторы и причины не позволяют быть вместе вам возврате не тогда посмотрим все-таки вернется ли он да или она вернется ли партнер в безответственном состоянии находится партнер в завишен я бы даже тут сказала человек который избегает ответственности человек который готов оставить эту ситуацию так как есть и пусть она сама разрулится считает что от него ничего не зависит и как все есть так и будет тем более ему уже сказали что делать человек которого ведут и говорят что надо делать и как надо делать и естественно он считает что здесь его присутствие собственно не обязательно ну пусть так и останется я ответственности не несу ну и хайда после меня горе но все синим пламенем может это и не нужно действительно реальности и и давай тогда посмотрим какие же тогда будут перспективы да если в безответственном состоянии в подвешенном могут быть перспективы они конечно же связаны с той безответственностью которая есть перспективы могут быть связаны с тем что вы выдернете этого до человека партнера или партнершу на любовь потому что он как находится без ответственности как говорят ему что ему и как делать и если вы донесете до второй половинки что можно и как делать и эту картинку построить то он может пойти потому что есть ведомость в перспективе пары и давай посмотрим тогда итоговый момент в совете или в предупреждение да что это может быть как совет не торопиться с событиями возврате потому что вы наступите на ней те же грабли человек не изменится человек склонен меня столько тогда когда хочет а тут вы его убеждаете вовлекаете он вовлекается он ведет ведется она поводу идет туда куда вы скажете и конечно же сам он не принимает опять ни ответственности не решение и ваше решение вернуть это все приводит к скоропалительному неправильному решению возможно неосознанным возможно сделанным на эмоциях и опять будет разочарование потому что вы просто зайдете на один и тот же круг развития отношений повторение прошлого повторения наступания на одни и те же грабли и это ни к чему хорошему не приведет в данном раскладе это будет разочарование очередное разочарование вы будете невинные жертвы в этих отношениях ну по крайней мере строить да будете строить себя невинную жертву потому что ну что я же сделала все до меня опять обманули тут на самом деле надо посмотреть на стратегию если вы готовы были обманываться и верили что человек изменится хотя сами привлекали привлекаете партнера к себе то на самом деле это иллюзия человек не изменится и не получится да и вы строите себя невинную жертву а потом заходить на третий круг или на четвертый танцевать на граблях он просто подумайте да ваша ли это стратегия поведения это у нас была колода номер один казанова вернется ли он или она до партнер номер два у нас колода магия наслаждение втором наслаждение давайте посмотрим вернется ли он она или партнер партнерша какова причина расставания по мнению экверента если вы выбрали вторую колоду сосредоточьтесь конечно же сейчас подумайте об этом сфокусируйте свое внимание и получаете ответы от бессознательного через сторон причина расставания по мнению экверента на по мнению загадывающего задающего да в некотором роде этот вопрос это привычка и застой и нету возможности давать друг другу любви если задавать вопрос что между вами любовь или привычка то тут уже скорее всего больше привычка и как кверент то есть вы реагируете на на расставание ревностно очень ревнуете потому что ушел привычка привычкой до любовь приходит и уходит кушать хочется всегда лучше было жить в привычке чем с тем уходом что есть сейчас и конечно же это ревность конечно же вы наблюдаете со стороны что там происходит у человека может быть за ним следить может быть через социальные сети может быть наблюдаете да как у него там развиваются отношения есть ли у него там отношения или нет у него там отношений что происходит наблюдаете со стороны готовы просто вот но отомстить или сделать что называется какую-нибудь пакость но по крайней мере в душе не факт что физически готова но постоянные мысли об этом есть думаете как бы вот бы тебе может быть и насолить бы потому что мне это было больно плохо ты не понял или не поняла как мне было больно и плохо что вы можете сделать до чтобы вернуть партнера конечно же это мирное отношение не надо тут ничего солить и мстить это мир конечно же это гармония это достижение мира хотя бы посредством нормального обычного общения и конечно же это договоры и отпускание прощение и надо чтобы еще и партнер то вас простил собственно это просить прощение да что клиент может сделать что вы можете делать чтобы вернуть партнера и ничего вы не должны делать что не должен делать клиент это по крайней мере быть на каком-то расстоянии уезжать до или контролировать всю эту ситуацию потому что это не скажется благотворно на состояние отношений это скорее скажется на отвыкание как была привычка тут уже пошла отвычка мал-помалу стал ты привыкать а потом мал-помалу отвыкать до человек привязчивый и тут не стоит контролить эту привязанность будете контролировать будет хуже не туда это заведет до этот от контроля иногда люди тоже сбегают убегают и поэтому этого не стоит делать ну и быть навязчивым на в этом случае тогда и давай посмотрим по реальные причины расставания с точки зрения партнера большие запросы партнера реальные причины расставания много что хотели много что запрашивали что в отношениях что в деньгах что вообще в целях мыслях просто партнер не потянул это не понимает что вам просто тут не по пути потому что нереальность этого всего человек не видит как реально все это реализовать может быть вы видите партнер не видит вы это можете реализовать партнер не может тут или фантазии не хватает действительно разного уровня люди на разноуровневые состояния души что ваша душа согласна до пойти на такое и вы можете сами себе это обеспечено вот хотели бы чтобы мужчина если эта женщина запрос делает это все обеспечил или мужчина хотел бы от женщины да ну так я буду вот в семье а ты пожалуйста иди там своей карьерой пожалуйста сколько угодно занимайся тут поэтому есть конечно разноуровневые состояния запросов человек не вывез не выдержал эти запросы и как партнер относится к тому чтобы вернуться давай посмотрим соблазн со стороны он намного больше и выше тут партнер относится к этому как к тому что это ни к чему хорошему не приведет относится к тому что тут же вот я на свободе и тут резко все наладилось тут вокруг все хорошо стало другие девушки другие соблазны другая жизнь свобода свобода воли тут я не хочу никакого контроля конечно же тут нет партнер говорит нет да к тому чтобы вернуться говорит нет это если я вернусь я буду все равно гулять потому что я не выдерживаю этих запросов да и контроля мне вот тут вот сейчас хорошо и давай посмотрим на внешние обстоятельства на мешающие возвращение конечно же страсть со стороны уже захлестнула этого человека а это значит вмешательство третьей стороны уже ваши отношения которые говорят что возврат пока там или страсть не пройдет или не пройдут периоды нагуливания в этом плане и все-таки ответ на вопрос все же вернется ли он до попросите помощи попросите заботы будет помогать это пока только через за мирное решение проблем вопросов и договоренности это пока только об этом ну тут если возврат если только нужно будет его помощи ее помощью вы не справляетесь с помощью партнера и давайте посмотрим на перспективы пары на перспективы отношений все зависит от нас самих человек который примет на себя ответственность будет управлять этими отношениями управлять этой парой тут что называется хитрость да мудрость отпустить вторую половинку пока то не нагуляется пока там страсти не поутихнут конечно же тут хитрость мудрость что мне нужна твоя помощь твоя поддержка твоя забота я тут без тебя не справляюсь для человека это очень ценно он хочет быть вкладом он хочет быть ценным хочет чтобы волю били конечно же я тут без тебя не справляюсь да и можно вывести уже на это состояние или совет карты или предупреждение не быть самообмане и видеть все-таки ситуацию с истинной точки зрения и я она понимать да о чем речь тут много думать сша много как следует обдумать да много понимать много осознать а что же будет дальше что же ждет здесь в отличие от прошлого расклада совет все-таки о том чтобы саму себя не обманывать да или самого себя и видеть ситуацию в более истинном ключе в открытом ключе да потому что очень многое что скрыто и под этой маской очень много что непонятно как будет жизни развиваться а это значит что не простроены будущие стратегии будущее вообще в отношениях не построена отношения легкие в безответственности отношения в понимании того что как она есть так и идет мы живем сегодняшним днем ну и ладно да с одной стороны это хорошо с другой стороны это значит что нет дальнейшей ответственности с другой стороны говорит о том что нету видение какого-то будущего какого-то настоящего что есть что может быть нету анализа что было потому что человек может думать что партнер изменится и нету понимания на анализе до прошлых отношений какая стратегия в поведении должна быть у вас и готовы ли вы на него пойти может быть и не готовы собственно сейчас на нее пойти и давайте посмотрим что же у нас на третьей колоде и третья колода монара у нас да кто выбрал третью колоду сосредоточьтесь подумайте о том что же в отношениях у вас вернется ли партнер он или она и давайте посмотрим какова причина расставания да по вашему мнению по мнению коверента очень свободные отношения человек сам себе на уме сам жил с собой отношения возможно были не нужны не замечал человека рядом да не замечал как что там у вас человек просто когда надо уходил когда надо приходил вел себя как собственно свободная личность которая живет одна этой личности ничего не надо другого если партнеры рядом но я не против пусть будет если его не будет но и я и не расстроюсь до причина расставания по вашему мнению и как вы реагируете на расставание как верент реагировать на расставание бурно эмоционально хочется уехать сменить место пребывания сменить свою дислокацию хочется съездить отдохнуть хочется это место покинуть чтобы ничего не напоминала здесь не об этих отношениях не об этом человеке хочется поменять все в жизни и не давайте тогда посмотрим что же вы можете делать да чтобы вернуть партнера что к верен тоже сделать чтобы вернуть партнера конечно же проявляться партнер может быть будет в недоумении от того что его тут опять опять выбирают какие-то проявления идут и тем не менее проявляться нужно и стоит позвонить написать прийти поговорить узнавать как дела и что там как происходит да но человек довольно таки свободолюбивый так любит свободу и так у него все хорошо было да тут опять опять вот вы пришли потому что вы придумали вы хотели все это а вот человек опять в недоумении я же и так вроде как рядом с собой не держу зачем вы возвращаетесь может быть и такая реакция и чего вы не должны делать в акверент не должен делать самоистязать себя и тут я бы даже сказала ждать понапрасну самоистязание да вы конечно будете музой для этого супер свободного человека супер свободного художника что он такой весь воздушный что вы его вдохновляете но на самом деле то это вдохновение вы думаете что это любовь вы даете за любовь вы даете за привязанность на самом деле просто вы вдохновлены и через линзу этого вдохновленного состояния смотрите на любовь и на отношения и давайте тогда посмотрим реальные причины расставания с точки зрения партнера конечно же в этих условиях что все так было радужно светло и хорошо да и для него это застой человек творческий человек выходит за рамки обыденности за рамки системы человека абсолютно не системный человек который привык к чему-то стремится развиваться конечно же этот человек вам дает стимул тоже развиваться но по его мнению да все когда слишком хорошо это не дает какого-то развития дальнейших эмоций нету иногда это может быть холодность до отношениях человек влюбчивый переменчивый человеку нужны эмоции чтобы дальше творить дальше что-то в своей жизни создавать куда-то стремится никто не подергивает его и найти эмоции он ничего не хочет за 100 и он понимает что он просто растечется как растаявшие мороженое тут надо собраться потому что хочется реализовывать свои воздушные мечты давай посмотрим как партнер относится к тому чтобы вернуться в действительности он конечно вернется но гулять то не перестанет он может вернуться но всегда будет третий лишний он будет преклоняться действительно вы для него музы вы много значит его много для него сделали но и эмоции виду того что может не хватать все-таки может до погуливать даже при этом возврате и давайте посмотрим внешние обстоятельства мешающие возвращение о чем думает он да в этом случае о том что опять надо содержать вас да всю эту семью все эти отношения куда-то водить ходить а я вот не тяну да или не хочу тянуть вот как-то тут я тоже много что должен кому отдать сначала я вот тут отдам а потом к тебе приду отдавать то если захочу вот это пока что такие реальные факторы говорящие об отдавании что человек может захотеть может не захотеть до левая пятка правой ноги скажет ему давай так ну будет так вот в общем то человек из-за того что такой творческий выходящий за рамки системы и конечно же решение может принимать абсолютно неадекватные на сегодняшний день мы просто по желанию вот сегодня хочу вот так сим салаби махалай махалай пусть будет так и так и будет оставлять это все захочет переменчивать свою опять переменит ну то есть вы будете да в некотором роде на пороховой бочке и давайте посмотрим вернется ли все таки он да так и будет убегать избегать так и будет отстраняться будет говорить что я вообще-то не свободен я вообще свободный художник я не свободен для вот этих отношений я хочу быть вот в отношениях со свободой тут очень много свободы в раскладе прослеживается человека довольно таки свободолюбив и говорит что его суженое это свобода его свобода воли свобода жизни свобода выбора человек которому отношения если нужны то только для того чтобы вдохновиться чем-то новым потому что каждый раз до менял партнерш или партнеров до в зависимости от того кто ваш партнер и выяснение отношений может быть в общественных местах да потому что может быть это даже и публичная личность такая свободная а свободолюбивая творческая я партнеру что туда необходимо задействовать общественное мнение чтобы как-то манипулировать вот посмотрите также нечестно до чтобы что-то менять в чувство вины партнера чтобы говорить вот так и так вы же видите и чтобы партнер до чувства это влияние давления общественного мнения как-то применял манипуляцию чтобы или отстраниться или чтобы наоборот что-то к себе притянуть вызвать или сочувствие вызвать да все эти манипуляции конечно же надо смотреть лично на раскладах и давайте посмотрим что у нас он перспектива пары он позиции перспектива пары готов будет вдохновлять с тобой но только со стороны если это мужчина да то издалека только наблюдать если это женщина то также там может следить через соцсети пока вот такая перспектива пара не вместе не вместе это или соцсети или как раз таки общественная публичная деятельность и давайте посмотрим на совет или предупреждение все-таки если запрос на семью то не с этим человеком если все-таки этот человек то придется самой строить будущее семью жить и терпеть это все и просто эту жизнь жизнь принимать такой какая она есть пока по-другому никак и конечно же если прямо все и вы не выбираете этого человека и не хотите его возврата то скорее всего это карта к тому чтобы вы подумали о себе налаживали свою жизнь полюбили себя потому что после всего того что было после раздража этих чувств эмоций ваших проявлений стоит все-таки призаботиться о себе полюбить себя и восстановить себя свои силы здоровье это конечно же зависит от выбора какой выбор вы ведь выберете так и будет складываться до это состояние естественно все это в нюансах на личных раскладах проговаривается исходя из того какая у вас личная ситуация конечно же для того чтобы понять что лично у вас лучше смотреть по фотографии имя возраста или вообще даже общаться лично на консультации и если нужна моя помощь и консультация все ссылки есть в описании канала есть сайт можно туда перейти там есть номер телефона есть ватсап и можно конечно же со мной связаться чтобы лично пообщаться по поводу личных раскладов не забывайте подписаться в комментариях не забывайте описать рассказать как у вас прошел этот расклад что у вас проигралась как у вас все прошло да какой номер вы выбрали в комментариях конечно же не забудьте подписаться чтобы меня не потерять на канале много интересного не буду рада и благодарна поддержке канала все ссылки тоже есть в описании канала люблю целую обнимаю и конечно же желаю вам хороших благодарных взаимно любящих отношений пока пока